Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Николай Атанский, а в этом подкасте я приветствую вас из города, который в 15 веке был самым богатым городом в мире. Город Фомагуста в северном Кипре. Сейчас мы здесь прогуливаемся вечером и узнав этот факт о том, что этот город был в свое время самым богатым городом мира, и сюда съезжались самые богатые, самые знаменитые, самые известные люди. Я вспомнил, что вчера я проводил в одной из своих учебных программ телекласс. Да, это бродячие собаки, видите, они тут тоже добрые и очень красивые. Я провел телекласс, и один из учеников моих спросил, Николай задал целый ряд вопросов об образе мышления богатых людей, миллионеров. Все эти вопросы были очень интересные, но самый интересный вопрос был в конце. Он меня спросил, Николай, какой вопрос чаще всего задают сами себе миллионеры? Я не был готов к этому вопросу, но потом подумал, несколько минут я сразу же, не сразу же, а через несколько минут я понял. И надеюсь, этот ответ будет интересен и вам. Кстати, подумайте прямо сейчас. Ваше мнение, как вы считаете, самые богатые люди на Земле, да даже пусть хотя бы миллионеры, какой вопрос они чаще всего сами себе задают? А я бы даже добавил, на ежедневной основе, ежечасно и даже, возможно, ежеминутно, если не ежесекундно, глубоко в подсознании. Ваша первая идея, первая мысль, какой вопрос задают себе чаще всего сами себе богатые люди? Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но по моим наблюдениям за самим собой и за огромным количеством моих друзей-мультимиллионеров, а я примерно посчитал у меня друзей и знакомых миллионеров в среднем от 300 до 500 человек, это люди, с которыми я общаюсь регулярно, иногда виделся, общался, чашку кофе выпил в свое время. Это огромное количество людей. Так вот, вопрос, который, по моим наблюдениям, задают себе чаще всего, больше всего богатые люди, это вопрос очень простой. Но это именно тот вопрос, который позволяет людям стать независимыми, успешными, самостоятельными и богатыми, начать управлять своей жизнью самостоятельно и не идти на поводу за другими. Так что же это за вопрос? Вопрос очень простой. За-чем? Или другими словами, для чего? Почему? Какой смысл? Что это значит? Когда вас кто-нибудь зовет, говорят, пошли сегодня сходим в кино. Вы не просто поднимаетесь и идете, потому что все туда идут, и потому что в кинотеатрах появился этот новый фильм, и теперь нужно пойти, чтобы было с окружением о чем говорить. Нет, вы задаете себе вопрос, зачем я пойду на этот фильм? Почему я должен идти именно сегодня? Или вам предлагают, а поехали на Кипр? И вы думаете, у меня есть неделя выходная, я поехать могу на Кипр. И вы просто едете. Но вы умный человек, или богатый, точнее, мы все умные, так или иначе, но богатые люди. Задают себе вопрос, зачем? Для чего? Какой в этом смысл? Так же, как мы сегодня делали экскурсию себе, взяли машину, поехали, объехали по кругу весь Северный Кипр, у нас тоже были очень четкие аргументы, зачем? И почему мы это делаем? Я сейчас не буду уходить на тему Северного Кипра, иначе этот подкаст превратится в политический подкаст, а я этого не хочу. Я сегодня говорю с вами о богатстве, об изобилии, о том, как стать миллионером. Люди, которые не задают себе вопрос, зачем? Они чаще всего просто на поводу за другими людьми идут. Куда толпа? Туда и они. Люди, которые задают себе вопрос, зачем? Они в состоянии сами управлять своей собственной жизнью. И если они не находят весомого аргумента, зачем им это делать, то же, что делает большинство, они этого не делают. Или наоборот. Они, если большинство чего-то не делает, но они видят, что в этом есть смысл начать делать, они задают себе вопрос, зачем? Понимают, что в этом есть смысл, и тогда приступают к этому. Собственно, видите, может быть, все намного проще в том смысле, чтобы стать богатым. Нужно просто прекратить идти на поводу у других, а стать самому создателем своей судьбы. Но это можно сделать только тогда, когда мы будем сами себя осмыслять, вопрос себе один и тот же задавать. Зачем? Почему? Для чего? Какой в этом смысл? И тогда мы станем своей судьбой целиком и полностью управлять. Это такой краткий небольшой экскурс в то, принципиально, чем отличается образ мышления миллионера от образа мышления людей, бедных, людей среднего класса. Хотите знать больше? Приходите в мою новую программу, которая называется «Духовные деньги». Там мы очень глубоко копнем в глубину, чтобы понять на уровне глубинного мира внутренних убеждений, что должно с нами произойти и каждый день происходить, чтобы мы жили богато, счастливо, реализовывали себя и этому миру дарили. С вами был ваш Николай Атанский из Северного Кипра. Если для вас это было полезно, поставьте лайк, поделитесь с другими. Пусть и другие люди, пусть и ваши друзья, коллеги, близкие, родные знают, что всего лишь задавание себе одного и того же вопроса. Зачем, почему, для чего, какой в этом смысл способен вас уже в самое ближайшее время на принципиально новый уровень успеха, а самое главное финансового успеха перевести. До скорой встречи. Пока. Красавчик такой, какой красавчик. Стоишь, ждешь, когда я тебя покормлю. Ну а где я тебе сейчас ночью еду куплю, а? Давай, кушай, кушай, кушай. Вот такие вот кипрские собаки. Вроде бы и не худые, но слегка проголодались. Мы, между прочим, делаем это регулярно. Я имею в виду на заправках бывает животные. Голодные ходят. Коты, собаки. Не зря ты, да, ко мне приходил играть со мной? Пахнет очень вкусно. Понюхай. Не вкусно, но пахнет вкусно. Но вкус, наверное, не вкусно. Для сыроедов. Собаки, я думаю, сейчас получают массу удовольствия и кайфа. Молодец, хороший матч. Хорошо поел, хорошо поел. Теперь пусть девочка доест. Ну все. Пока.